242 страница это конец 40 главы которую мы с Божьей помощью сегодня закончим возьмите книжку окей Итак, на прошлой главе мы закончили последнюю сноску, последнюю ага в этой главе и в общем-то с Божьей помощью мы сегодня закончим 40 главу и тем самым закончим целый раздел который посвящен связи между практическим выполнением заповедей и намерениями которые мы имеем во время их выполнения должны по идее иметь во время их выполнения и напоминаю что идет речь о каване кавана, которая делится на два аспекта любовь ко Всевышнему и трепет перед Всевышним и как мы говорили на прошлых уроках о том, что, как говорит Зор что это крылья с помощью которых наши заповеди взлетают наверх то есть мы сравнили на прошлом уроке заповеди с курицей, с птицей лавдавка, не именно с курицей просто офна современная видите, это курица, но также можно сказать просто птица где мы сказали, что в общем-то крылья это не самое главное, что есть у курицы но очень важен функциональный орган два функциональных органа самое главное, конечно, это голова и тело и если мы это спровоцируем точно так же на заповеди которые мы и сравнивали с птицей то в заповеди, конечно, главное это физическое, материальное выполнение заповеди то есть если ты одеваешь некошерный тфилин и при этом имеешь офигенную кавану то заповедь не выполнена это проблема нужно узнать это очень просто ты живешь в Бруклине кроме того у тебя есть мой телефон кроме того у тебя есть мой телефон в любой момент можешь мне позвонить кстати, что касается только это касается не только тфилин я просто хочу привести пример свой личный пример о том, что позавчера я сдавал проверять одежду на шаттнес и тогда нашли один пиджак был некошерный но это другой вопрос просто я к тому, что что такое шаттнес, все знают? лен и шерсть чтобы не было льна если у тебя допустим у меня был шерстяной пиджак мне теща подарила пиджак который там не, просто он очень дорогой я себе не могу и я себе не могу позволить купить такой пиджак и когда я его туда принес то есть на самом деле именно в дорогой одежде это чаще всего бывает и когда я туда принес тот человек, который там этим занимается там четыре человека сидят в конторе заходишь, они сидят там с микроскопами и проверяют он сразу сказал, что здесь будет проблема потому что this is very expensive suit и в таких сут обычно да, мне стоило еще 50 баксов поменять они могут поменять там не подкладка там то, что на воротнике подкладка на воротнике они чуть-чуть надпаровые берут один волосок и проверяют и там была льняная подкладка так, так что многие сегодня считают что сегодня это уже не выгодно они делают натурально делают все искусственно эти прокладки они там в пиджаках обычно бывают но это факт что особенно в дорогих костюмах это очень часто встречается да так вот незнание не освобождает от ответственности так сказать поэтому еще раз повторяю ты живешь в городе Бруклине и кроме того у тебя есть мой телефон ты всегда мне можешь позвонить я всегда позабочусь о том что проверю твой фильм только когда попадаешь в какой-то другой город и когда что-то шаре найти понимаешь что ты да теперь соответственно ты можешь очень с большой любовью ativa твилин и носить это дорогой пиджак но если он не кошам то таким образом заповедь ты не выполняешь при том что у тебя есть любовь и трепет по отношению к всевышленному так теперь на прошлом уроке мы сказали о том что заповедь является заповедью даже если ты выполняешь бескованный если у тебя нету подготовки к выполнению заповедей определенных намерений при выполнении заповедей но зарубит tu выполняешь, надеваешь кошельный тфилин, просто как штампуешь, по инерции, так сказать, то ты все равно выполнил заповедь тфилин. Но, как мы говорили когда-то раньше, что делает Кавана? Мы приводили пример координатной прямой, где есть положительная сторона и отрицательная сторона. Любое действие, которое выполняешь во имя всевышнего, оно делает засечку, так сказать, на положительной стороне, на ее двузначном отрывке, а точно так же и негативное действие делает в отрицательную сторону. То есть, делать заповедь и все равно сделать насечку на положительной стороне. То, что делает Кавана, она добавляет нули, она усиливает, усиливает твое действие. Как приводил пример Равштайнерс, как можно полюс пахать вручную сапкой или плугом, или можно его спахать трактором. От этого эффективность зависит от Каваны. И на прошлом уроке Алтереб сказал, как это можно спроецировать на тот пример, который приводит взор с птицей. Он говорит, что заповедь, которая выполняется с Каваной, которая присутствует в любовь и трепет перед Всевышним, это птица, у которой их скрыли. А заповедь, которая выполняется без Каваны, просто сама заповедь, это, кто помнит, как это называлось Алтеребе на прошлом уроке? Цыпленок, абсолютно верно. Это цыпленок, да, то есть все, птичка-то есть, но крылышек нет. И Алтеребе, то, что мы учили на прошлом уроке, он как бы все это проецировал на изучение Торы. И сноска, последнюю сноску, последняя Ага, которую мы учили, она своего рода структуризировала изучение Торы, различные уровни изучения Торы в отношении к духовным мирам, где мы говорили, что изучение буква Торы, хумши, как бы письменной Торы, проявление бесконечного Божественного Света происходит в мире Осия, в нашем материальном мире, при изучении Торы, изучение Мишны, то есть первого варианта записи письменной Торы. Проявление Божественного Света происходит на мире Яцира, на уровне мира эмоционального, при изучении Талмуда, то есть геморы, объяснение законов, которые приводятся в Мишне, проявляется Божественного Света на уровне Брия, что является интеллектуальным миром, И Каббала — это Ацилут, это высший духовный мир. Теперь, что имеется в виду в данном случае проявление Божественного Света? Вообще, что происходит в Западе, если мы вернемся, когда мы выполняем Западе, если мы вернемся несколько роков назад? Во время выполнения Западе проявляется новый Божественный Свет. Он проявляется, конечно, на очень высоком духовном уровне. Мы говорим, в первую очередь, о мире Ациллус. Мир Ациллус, если кто-то помнит наше определение, это там, где оболочка, форма мира Ациллус также является бесконечным Божественным Светом, так как там отсутствует материя, поэтому и наполнение, и содержание формы являются проявлением Божественного Света. Именно там происходит единение Божественного Света, то есть формы и содержание. Теперь, на следующем уровне то, что является внешним уровнем формы мира Ациллус, является содержанием мира Брия. Соответственно, когда мы говорим о том, что проявляется бесконечный Божественный Свет при выполнении Запада или при изучении Торы, Это значит, что новый свет, который проявляется в мире Ацилла, становится содержанием мира Ацилла, то, что было содержанием, становится формой, дальше это все спускается на мир Брия, то, что было содержанием мира Брия и одновременно формой мира Ацилла становится формой мира Брия, а то, что было до этого содержанием мира Ацилла, становится содержанием точно так же, новым содержанием мира Брия, не хочу вас запутывать, уже я это делал раньше. Теперь, что имеется в виду при изучении Тора, что проявляется божественный свет, в зависимости от того, что ты учишь, на определенном уровне? Это значит, что если ты учишь Мишну, где приводятся просто сухие законы, которые собрали наши мудрецы для того, чтобы записать устную Тору, в этот момент новое содержание доходит до мира Ецира. Это значит, что проявляется в любом случае новый божественный свет, который становится содержанием мира Ациллус. Содержание мира Ациллуса становится его формой и содержанием мира Бре. Содержание мира Бре становится формой мира Бре и содержанием мира Ецира. То есть, вот эта вот цепочка, этот механизм дорабатывает до мира Ецира. А когда мы учим Хумыш, то есть самые простые слова Тора, которые у нас написаны в письменной Торе, то эта вся цепочка, этот механизм дорабатывает до нашего материального мира. Последний вопрос, который мы задали на прошлом уроке, был в том, что как же может быть, что если Хумы, Тора, слова Тора, это то, что было получено напрямую от Всевышнего. То, что было получено на горе Синаи, то, что было дано нам пророками. Как может быть, что при изучении того, что является самим по себе интеллектом Всевышнего, свет проявляется на самом низком уровне? По идее, должно быть наоборот. Чем более высокий уровень святости книги, источника, тем выше должен проявляться бесконечный божественный свет. Алтарабе отвечает на... Все понимают, о чем идет речь. Простой пример. Алоха. Ты не имеешь права никакую книжку класть сверху Торы. Даже Сидур. Сидур, Тань, неважно, ты не можешь положить сверху Торы. Соответственно, Следующий по уровню после Тора – это Мишна. То есть на Мишну можно положить только Тору. Как я говорю, просто вопрос того, что у вас на стопке должны книги лежать. На Талмуд, на Верх Мишну положить уже нельзя. Или Шулханору, тем более, нельзя положить на Верх Мишну. И тогда существует определенная иерархия. Но в этом как раз и заключается идея в этой иерархии, почему при том, что Хумыш обладает самой высокой святостью, при этом проявление божественного света на самом низком уровне. Если мы вспомним, что мы говорили два урока назад о двух вариантах сокрытия Всевышнего, что первый вариант сокрытия Всевышнего, что он сокращает себя настолько, чтобы мы могли его воспринять. Второе – это то, что мы хотим увидеть за тем, что мы называем Всевышним, недоступно нашему интеллекту. Соответственно, для того, чтобы сам по себе интеллект Всевышнего достиг нашего самоматериального мира, он должен принять самые грубые формы. И эти самые грубые формы – это и есть Хумыш. Как мы упоминали, что говорилось в предыдущем главе на прошлом уроке, что сам смысл, сюжет, который описывается в Торе, он имеет сугубо второстепенное значение. Потому что Тора – это просто набор букв, между которыми построили пробелы. И смысл, если пробелы построили Мушарабейну немножко по-другому, то смысл Тора был бы совершенно другой. Соответственно, мы видим, что смысл, сюжетная сторона Торы, сюжетный аспект Торы, он второстепенен. И если вы откроете свиток Торы, то там у вас будет просто буква. Ни знаков припинания, ни точек, ни запятых, ни восклицательных знаков, ни вопросов. Хотя всех этих знаков очень много в Хумыше, которые уже как бы более адаптированы для нас. Соответственно, самый высокий уровень бесконечного Божественного Света одевается в самые материальные рамки. Именно для того, чтобы он мог проявиться в этом мире. Потому что для того, чтобы мы могли воспринимать Всевышнего, он должен одеться в те рамки, в ту форму, которую мы можем воспринять. Соответственно, самый высокий Божественный Свет одевается в самую материальную форму. Именно поэтому при изучении Хумыша не то, мы должны по-другому поставить ударение, что при изучении Хумыша нет проявляется свет на самом низком уровне, а при изучении Хумыша Божественный Свет проявляется аж на самом низком уровне. Понятно? Окей, теперь давайте обратимся к тексту. Мы на 342-й странице. Получается, если еще сверечь, что выше. 242-й странице. Что выше Хумыша, в смысле, это камни, на котором были выбиты 10 заповедей, а выбиты были на камни, которые не имели никакой цены. Потому что самый дешевый, что есть в пустыне, это камни. Более того, если дальше с твоим примером, который абсолютно правильно, то написано, что здесь заповедей было Хакукин Баэвен, что они были высечены на камне. То есть там не было никакого дополнительного материала. Все, что там было, это только камни. Да, самое простое. Ну, а если дальше еще идти, то вообще то, что самое главное, это первые две заповеди. Мы отвечаем на этот вопрос? Окей. Ответ на самом деле очень простой. Мишна более доходчиво, чем Хумыш. Что имеется в виду? Я не уверен, что многие здесь встречаются с людьми, которые говорят, я изучаю Тору, я читаю Хумыш в туалете, я читаю Тору. Перевод, перевод, человек читает Тору. То, что человек читает Тору, это ему абсолютно ничего не дает. Потому что Тора – это очень лимитированное количество информации, которое, по идее, должно имплементироваться, должно применяться в нашей повседневной жизни. Все назначение Тора – это описание образа жизни. Но в Торе эта информация настолько сжата, что просто читая слова Торы, ты не выполняешь ее основную функцию, как бы определяя твой образ жизни. Даже Раши. Раши просто объясняет буквально смысл. Дальше идет разворачивание информации. Следующий уровень разворачивания информации – это Мишна. То есть в Мишне то, что написано в Торе, может быть каким-то сюжетным или аллегорическим стилем, в Мишне оно конкретизировано на уровне повседневной жизни. И так далее. Талмуд еще больше это конкретизирует, ну и в конце концов есть Шелхонору, который очень большой, которым просто приводится каждая деталь. То есть детализация, как мы говорили, это принцип сокрытия. Чем больше ты уходишь в детали, тем больше ты скрываешь. Как, например, то, что мы говорили, опять же, о первых двух заповедях. Я ваш Бог, и не будет у вас других Богов, которые мы знаем, чтобы любой нормальный человек поймет, что это автология, что если он наш Бог, то, соответственно, другого Бога у нас нет. Зачем приводятся две заповеди? Объясняют нашим мудрецы, что каждый из этих заповедей отличается за определенную группу. Первая заповедь, которая абсолютно непрактична, в чем практическое применение этой заповеди? Я ваш Бог. Что это значит? Она включает в себя все повелевающие заповеди. Они заключены в этой первой заповеди. Во второй заповеди, в которой не будет у вас других Богов, соответственно, включены все запрещающие заповеди. Поэтому написано, «Тора циволану Мойши», чтобы Мойши дал нам Тору. Если Мойши дал нам Тору, то почему же мы говорим, что Тору получили от Всевышнего? Объяснение там очень простое. Гематрия слова Тора, какая? Мы уже учили это. 311. 611. Сколько он на заповеди? 613. Соответственно, все заповеди мы получили через Мойши Робейну, только первые две мы получили напрямую со Всевышним. И мы действительно всю Тору получили от Всевышнего. Почему? Потому что эти две первые заповеди, они включают в себя действительно всю Тору. Просто для Мойши Робейну из того, что он говорит о том, что написано, что не будет у вас других Богов, было очевидно, что нельзя есть молочное с мясным. Для нас это не очевидно. Поэтому у нас пошла дальше детализация на 613 заповеди. А дальше пошло еще на Мишну. И так далее, и так далее. Окей? Итак, мы начинаем со слов Вейне. Это на 242 странице. Там есть последняя звездочка на странице. То есть после нее начинается текст. Вейне авдыхилу верхиму. Но его также любовь и трепет перед Всевышним, которые, как мы сказали, являются двумя аспектами каваны, которые у нас должны быть. Гамгамкен митаряк митсвот. Они также из 613 заповедей. Тут Алтареба задает очень интересный вопрос. Если мы говорим, что кавана не является самой по себе заповедью. Кавана является своего рода prerequisite перед заповедью. То есть тебе нужна кавана, чтобы правильно выполнить заведение. Все понимают слово кавана? Да, могу не переводить. Нужно перевести. А? Намерение. Но намерение это не совсем отражает полностью смысл слова, поэтому будем использовать слово кавана. Так вот. Но с другой стороны, если мы возьмем в список заповедей, у нас есть заповедь о том, что любить Всевышнего, и заповедь о том, что бояться Всевышнего, возьмите шма. Первая заповедь, которая приводится в шма, ваавта, это ваилокеха, любви Всевышнему. Соответственно, это противоречит тому, что мы говорили раньше. Если любовь Всевышнему как таковая не является заповедью, мы видим, что это одна из заповедей. Кроме того, мы знаем, что бояться Всевышнего, это тоже одна из заповедей. Более просто, в предыдущей главе написано, что Мошега Рабейну нам говорит, в предыдущей недельной главе, о том, что ничего от вас не прошу, только бойтесь Бога. То есть заповедь, черным по белому. По этому поводу, наши мудрецы спрашивают, что бояться Всевышнего так мало? Он говорит, я вас ничего не прошу, только бойтесь Бога. Но факт в том, что это тоже заповедь. Почему же мы говорим, что любовь и трепет перед Всевышним это необходимая кавана для выполнения заповедей? Мы можем сказать, что просто сам по себе любовь и трепет, даже когда ты одеваешь некошерный тфелин, ты уже выполняешь две заповеди. Так? Понятен вопрос? Афальпикен в любом случае некраим гадпин, называется крыльями. Так? Лиотки тахлита ава и авода меава. Для того, чтобы показать, что главное в любви это работа. Работа и происходящее от любви. То есть, здесь Алтареба говорит, да, несмотря на то, что это заповеди, основное назначение этих заповедей, это именно подготовка к заповедям. Да? Тут можно сказать, что Алтареба говорит нам, что Всевышний, так сказать, дал нам две заповеди на халяву. Что имеется в виду? Что если мы говорим, что выполнение заповедей необходимо кавана, то имея кавану, мы автоматически выполняем еще две заповеди. Понятно? Что имеется в виду? Теперь, какое же главное назначение? Что значит работа на Всевышнего из любви? И вообще, что значит заповедь любить Всевышнего? Как можно кого-то заставить любить? Что имеется в виду? А? Окей, а тогда зачем же нам заповедь? Это очень хороший поинт, да, потому что в соответствии с тем, что сейчас буду говорить. Поэтому мы говорим, что я не на халяву. Если у тебя есть изначально, да, получается, что я не на халяву. Если ты изначально, любовь ко Всевышнему заложена в каждом евреи, то зачем же Всевышнему давать заповедь? На самом деле, похожий вопрос, который многие мудрецы задавали с этим вопросом. Есть ли такая заповедь вера в Бога? Мы когда-то обсуждали, очень давно обсуждали этот вопрос. Есть заповедь верить в Бога? Какие варианты? Ну, на самом деле, только по одному мнению ее нет. Я помню, что мы говорили на уроке когда-то, но только по одному мнению ее нет, такой заповеди. Почему нет заповеди верить в Бога? Почему говорят иребы, как бы очень... Абсолютно верно. Если ты выполняешь заповеди, то они должны быть чьи-то. Если у тебя нет веры в Бога, а только заповедь о том, что верить в Бога, соответственно, чьи-то, когда заповеди ты выполняешь. Боже, если ты есть, помоги, если можешь. Соответственно, что такое вера в Бога? Вера в Бога это то, что должно быть до того, как ты выполняешь заповедь. У нас, по мнению тому, которому нет заповедей, верь Богу, есть заповедь стремиться к познанию Всевышнего. То есть, опять же, стремиться, потому что познать его невозможно, то есть, каждый следующий уровень это только ключ к следующему уровню. Но заповедь, которую большинство мудрецов говорят, что это вера в Бога, те, которые говорят, что такое заповедь нет, говорят, что это заповедь о стремлении познания Всевышнего. Соответственно, что же тогда, если нет такой заповеди, как вера во Всевышнего, а это заложено у нас изначально, но по всем мнениям есть заповедь любить Всевышнего, и по всем заповедям есть бояться Всевышнего. Бояться Всевышнего еще можно объяснить, как практически выполнять эту заповедь. Не делать. Так? Ну, точно. То есть, мы не делаем нарушения, потому что мы, как минимум, боимся наказания. Но на самом-то деле, теперь мы можем сказать точно так же, можно объяснить и заповедь любви ко Всевышнему. Как? Делать. Любовь ко Всевышнему – это делать. Так? Что в данном случае имеется в виду? Имеется в виду, что если у тебя там есть близкий тебе человек, и он сломал ногу, не дай богу, как ты проявляешь свою любовь к нему? Твое осознание любви к этому человеку абсолютно как к мертвому припарке для него. Так? Соответственно, что такое твоя любовь к этому человеку? Ну, вот это то, что ты там помогаешь, там, навещаешь его и так далее. Точно так же. Или ломаешь вторую для себя. Точно так же. Точно так же по отношению к Всевышнему. Отсюда мы можем понять, что заповедь, любовь ко Всевышнему, она абсолютно глобальна. Заповедь, любовь ко Всевышнему – это делать. Теперь, естественно, натуральная любовь не возникает на пустом месте. Говорит Алтаребе, что делайте – любовь придет. То есть, если у нас есть заповедь любить ко Всевышнему, а все заповеди у нас практически, соответственно, в практическом выполнении этой заповеди нужно делать то, что бы ты делал, если бы это был близкий тебе человек. Ты выполнял бы его желание. Что такое желание близкого для тех человека, которые являются в данном случае Всевышнему? Это выполнение его заповедей. Соответственно, любить Всевышнего – это значит выполнять заповедь. То есть, мы опять возвращаемся к тому, что заповедь ко Всевышнему, она автоматически выполняется просто при выполнении любой заповеди. Понятно немножко о закупке? Так, и на самом деле то, что здесь Алтаребе говорит, что это работа на Всевышнему, происходящая из любви, это на самом деле самый высокий уровень, почти самый, мы сегодня будем говорить еще чуть-чуть выше, но он как бы второстепенный, самый высокий уровень работы на Всевышнему. Когда ты делаешь это, потому что просто ты понимаешь, что это как безоговорочная любовь. То есть, то, что хочет близко для тебя создание, ты это делаешь просто потому, что он этого хочет. Это из страсти, из любви, из чувства, whatever it is. И такая работа делится на два аспекта. Если мы спровоцируем, что мы учили раньше, это эмоциональная любовь, то, что ты делаешь на основе своих эмоций, и второй уровень, более высокий, это интеллектуальное. То, что ты делаешь, когда ты интеллектуально осознаешь, что кроме Бога ничего нет. Делаешь, что все для Всевышнего. Это то, что называется любовь с работы, с выполнения. Когда твоя любовь практически проявляется в твоей повседневной жизни. Есть Алтареба, говорит, что есть другая любовь. Он говорит дальше в тексте. Ва-ва-бле-вуда, а любовь без работы, любовь без того, что выполняешь то, что хочет Всевышний. Иа-ва-бэта-анугим, что это работа в радости. Теперь здесь мы видим, что на самом деле работа в радости, в наслаждении, она стоит на уровне ниже, любовь в радости стоит на уровне ниже, чем любовь, на которой основывается работа. Что имеется в виду? Когда у тебя есть работа из любви, служба, правильно сказать, служба Всевышнего, основывающаяся на любви к нему, ты это делаешь независимо ни от чего. Что такое любовь в радости? Имеется в виду страстная любовь, когда ты стремится приблизиться к объекту своего желания. К объекту любви. Что это подразумевает? Это подразумевает то, что между объектом и субъектом есть расстояние. Это значит, что то, что ты делаешь, ты делаешь не просто потому, что ты любишь Всевышнего, а потому, что ты хочешь быть ближе ко Всевышнему. То есть главный критерий уровня любви – это присутствие твоего «я». Любовь или работа, которая основывается на любви, то есть на безоговорочной любви, там «я» нет. Ты это делаешь не потому, что ты хочешь, а только потому, что хочет Всевышний. Так? Любовь, второй уровень любви, о котором говорит Алтареба, первый ее вариант, сразу еще больше запутываю, еще второй ее вариант. Первый ее вариант – любовь в радости. Это ты делаешь почему? Потому что ты хочешь преодолеть то расстояние, и расстояние, которое находится между объектом, в данном случае субъектом и объектом. Понятно? То есть ты делаешь заповеди, потому что ты хочешь быть ближе ко Всевышнему. Или потому что ты хочешь получить награду. То же самое. В данном случае награда может являться любовью ко Всевышнему. То есть единение тебя со Всевышним является наградой. Ты хочешь получить эту награду. Точно так же, как взаимоотношения с мужчиной и женщиной. Ты делаешь, скажем так, удавляешь желание женщины для того, чтобы потом, соответственно, получить за это определенный реворд. То же самое соотношение между мужчиной, между евреем и Всевышним. Мы выполняем заповеди для того, чтобы быть ближе со Всевышним. Принцип абсолютно тот же самый. Но здесь присутствуют твои собственные интересы. Когда-то я присутствовал на, я рассказывал очень давно это на уроке, на потрясающем опыте, который сделал мой первый учитель. Я это видел своими собственными глазами. И потом я проделал это еще с другим человеком. И результат был точно такой же. Здесь очень четко показывается разница в концепции мировоззрения между хасидом, хасидским мировоззрением и литовским мировоззрением. Я помню, когда в 1995 году я был... Те, которые противники хасидизма. Традиционные литовские. То, что сегодня называют ортодоксом. Помню, я их помню. Да, так. Так вот, когда-то в 1995 году, когда я был в Одессе, приехал один парень, учился он здесь в Вишивов-Ладбуш. Приехал к своим каким-то дальним родственникам в Одессу. Его родители были родом из Одессы. И он приехал на лето туда. Это были осенними... То есть он приехал в конце лета, то есть перед осенними праздниками. Естественно, он пришел в синагогу. И молодой парень чуть-чуть говорил на русском. Пошли мы к Равину домой. И Шаево начал с ним разговаривать, мировоззренческие вопросы. И он его спрашивает, на основе того, что ты говоришь. Скажем, почему ты выполняешь заповедь? Он говорит, потому что за заповедь ты получаешь награду. Я выполняю, чтобы получить награду. Легитимно. И Шаево тогда спросил такой вопрос. Он сказал, а если тебе сейчас скажут, что это все без, награда отменяется? Это тебе просто там... Тебя заманивали. Ты бы выполнял заповеди? Он подумал пару секунд. Сказал, нет. Да? Я был очень удивлен таким исходом. И когда я в Израиле работал в одной компьютерной компании, со мной работала одна девушка, которая была очень религиозной... То есть, очень религиозная девушка. Она получила высший уровень литовского образования в Израиле. Я ей задал тот же самый вопрос. И ответ был точно такой же. Тоже сам. Я с этим согласен. То есть, это никак не зависит от уровня образования. Но, в данном случае, что мировоззрение, которое есть, что ты делаешь, потому что... Здесь Алтареба дает нам дополнительный, как бы более высокий уровень... Секунду, я только закончу. Здесь Алтареба дает нам дополнительный уровень. Он говорит о том, что не потому что, а независимо ни от чего мы выполняем заповеди. Что любовь ко Всевышнему подразумевает, что ты выполняешь заповеди не потому, что ты хочешь быть ближе ко Всевышнему, а просто потому, что это заповедь Всевышнего. Соответственно, любовь... Тот же самый пример существует в еще одной заповеди. Какой заповеди? Такой же самый пример, то есть, безоговорочной любви существует еще в какой заповеди? Любовь к ближнему. Да, то есть, ты делаешь это не потому, что ты получишь, а потому, что ты должен любить своего ближнего, как самого себя. А как мы уже много раз говорили, что единственная в этом мире чистая, бескорыстная, светлая любовь, это любовь к самому себе. Ты любишь себя не потому что, а независимо ни от чего. И заповещаешь себе все, что угодно, и всегда находишь в себе оправдание. Это нормально. Человек, который не любит себя, он должен быть не в цивилизованном обществе, так сказать. Соответственно, любовь к ближнему должна быть не потому что, а просто так. И этот же самый принцип работает и в каване, с помощью которой мы выполняем заповеди Всевышнего. Да, Герец, я слушаю. Вот эти вот балла по допыту, а они не сами по поливору там не ожидали? То есть, этого вопроса не как? Нет, здесь целый, в литовском учении есть целые книги, которые посвящены тому, что ты получаешь за каждую заповедь и какое наказание ты получаешь за каждое нарушение. Но если мы вернемся чуть-чуть к этой теме, то для кого существуют награды и наказания? Для кого это сделано? Вся эта система придумана. Она придумана для твоего яцерора, для твоего животного начала. Потому что для твоей еврейской души выполнять желание Всевышнего – it's natural. Все эти книги – это зашуга, честно? А? Честно зашуга? Ну, это мусар, это такой целый раздел учения. То есть, вся система призов и наказаний, она придумана только для нашего животного начала. Алтаребе здесь идет совершенно другим путем. Он говорит, что для нашей души, если мы выполняем это на основе нашей любви к Всевышнему, которая происходит от нашей души, то для нее не нужно, это ее натуральное состояние. Так? Давайте дальше. Так? И на самом деле то же самое происходит и с трепетом перед Всевышним. Более того, если у тебя есть любовь ко Всевышнему, и ты выполняешь это безоговорочно, то тогда твой трепет, он на совершенно другом уровне. Если мы возьмем тот же пример со шма, в первой части шма, которая говорит о любви ко Всевышнему, на первом уровне, о чем говорится? Любви Всевышнего, да, да. О чем говорится вторая часть? В чем говорится во второй части? А если... А если нет, то тогда так-то и так. То есть, первая часть говорится о работе, основывающейся на службе Всевышнему, так сказать. А вторая говорит даже о высоком уровне любви в радости. Но, то есть, радость в том, что ты стремишься к преодолению расстояния между тобой, то есть, объектом и субъектом. Но, есть еще второй аспект любви к радости. Да, задай вопрос. Это напоминание о всем том, что столько заповедей цитис. Это напоминание о всех заповедях. Напоминание нам о том, что, на самом деле, если ты хочешь любить, так люби. Это все заповеди. Нет. Ну, типа, связываете первую-вторую? Ну, нет, я бы не сказал. Ты так пишешь, если ты хочешь что-то получить за эту аврус, это уходит. Что-что? Скорость уходит, пишешь скорость, она тебе уходит. Ну, это то, о чем волновался Аврома Винну, что, когда Всевышний ему давал такие богатства и так далее, он волновался, что он потеряет свой, он ломал, что это все идет, как бы, кредит, так сказать. Так, теперь, теперь, есть еще второй уровень того, что мы называем любовь-радость. Когда может быть настоящая радость? Когда есть, как бы, люди, если между людьми, люди на одной волне, скажем так, на одном уровне. Да, то же самое происходит в семейной жизни. В данном случае идет то же самое. Но второй аспект этой любви в радости относится только к великим праведникам. Это для которых, это Абабы Таанугим, это любовь в радости, это радость уже, она существует. Это не преодоление расстояния, а твоя радость заключается в том, что ты находишься на этом уровне. То есть, имеется в виду, что у тебя есть любовь и требования перед Всевышним на эмоциональном уровне уже раскрыт. И ты, твоя душа находится на уровне мира Ицира, Ниша Ваганейдена, и там вот твой потолок, на котором ты можешь напрямую общаться с Всевышним. Там твое единение со Всевышним. То же самое, на более высоком уровне, на интеллектуальном уровне, это в мире Брия. То есть, это уровень достигнутой любви, который доступен только великим праведникам. И для них нету преодоления расстояния, это то расстояние, которое уже преодолено. Ясно? Дальше. Так, и что же происходит? Ли танек алашем мейну ламаба. И это, как бы, цель, это любви, радости я перевожу, это получать удовольствие от близости со Всевышним, как в грядущем мире. То есть, обратите внимание, здесь Алтар Эбе говорит именно о награде. Потому что, читаем дальше, вы каббала цхар и получение награды. Сказано в той книге Дворим, как раз недавно читали, по-моему, в предыдущей главе, что Мойша Робейна говорит, сегодня делать. А в Геморре и Рувин, там продолжается, просто процитирую, говорится, дальше говорит, в Тани былы махарлы кабель с харам. А завтра получите награду. Это Геморре и Рувин продолжает слова Мойша Робейна. Мойша Робейна говорит, сегодня делать, а завтра награду. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что наш мир – это мир действий. Мы не получаем награду здесь не потому, что нам не положено, а потому, что сегодня здесь – это дело, а награда, она не укладывается в рамки этого мира. И именно поэтому говорится, что об Аббе Таанугим, любовь в радости, именно второй аспект по отношению к великим праведникам – это как будто бы они уже в грядущем мире. Почему? Потому что что такое грядущий мир, что такого ломает этот ганейден, этот рай, в котором они находятся на том уровне, в котором они, так сказать, тет-а-тет могут общаться со Всевышним. Достигая этого уровня здесь, они такие, да это состояние и есть их награда. Это состояние и есть то, к чему мы стремимся, чтобы получить награду, как бы попасть в рай. Образно выражайся. В иудаизме вся идея рая и ада – это абсолютно образное понятие. Идет речь о семидесяти девственницах и сковородке. Извините, я только поговорил. Я чип-джу. Тет-а-тет быть на Всевышнем. Это и есть его награда. Это и есть его ойломабу. Так? Теперь, когда ты выполняешь завод, как мы с вами простые смертные, то для нас, говорит Моша Рабену, сегодня делать. Это мир действия. И не потому, что мы нам не хотят дать награду за то, что мы делаем, а потому, что в другом месте делать нельзя будет. В Ганейдане там есть место, где ты получаешь награду, и есть место, где ты работаешь. Здесь это место работы. Там нечего будет работать. Не будем работать здесь, не получим награду там. Если пойдем сразу в кассу, то каждому свое. Дальше. То есть, имеется в виду, что он не достиг того уровня любви в радости, в которой он уже находится на одном, на том уровне, где он может общаться со Всевышним. Но у нас сразу отступление от темы. Есть время, когда мы пробуем грядущий мир. Это когда? На днях мы так хорошо попробовали его. Шаббас. Шаббас – это мейну ойломаба. Шаббас – это есть как бы дегустация грядущего мира. Именно поэтому Шаббас перед 9 ауном нам показывают третий храм. Потому что оно возможно только там, где третий храм может существовать. А только Шаббас – это образно то состояние, в котором у нас в какой-то степени мы будем находиться, когда будет природный шеф. Это и есть Шаббас. В Йом-Кипре там другая ситуация. В Йом-Кипре то же самое на самом деле, но там другая ситуация, там даже больше. В Шаббас ты можешь ждать и расслабиться, так сказать, раскрепостить свое сознание. В Йом-Кипре это сложнее. На этом нем Кипр-Буфет. Шутка. Но пока душа этого человека, она еще жаждет Всевышнего. Вы колтай лав и стремиться к Нему. Коля Йом. Весь день. То есть, здесь Алта Рэбб говорит о первом аспекте любви в радости, в котором любовь в радость имеется в виду преодоление расстояния между тобой и Всевышним для достижения. Это радость, значит, в этом состоянии у тебя еще есть стремление. То есть, еще есть ты, а не только Всевышний. Так? И по поводу второго аспекта, то, что Алта Рэбб говорит в другом месте, где он говорит так очень эмоционально, он говорит о том, что мне не нужно ничего, мне нужен твой ганейден, мне нужен твой машер, мне нужен ничего, мне нужен только ты. Это высший уровень любви ко Всевышнему, где тебя нет. Да? Как вы говорите, мне не представляется, что такое машина. Да? В эй номер ва цемано, и этот человек не может напиться, удалить свою жажду, бемейту рашали фанав, водой тора, которая находится перед ним. Здесь Алта Рэбб дает очень такой большой бум по голове. Он говорит, come on, guys, вы можете увидеть человека, который говорит, о, я хочу Богу, мне нужно Богу, духовные миры и все такое. Что написано в пророке Ишаяу? Мы сейчас будем об этом говорить. Все, кто хотят пить, идти к воде. Ну, что за странная постановка вопроса. Если человек хочет пить, очевидно, что он пойдет к воде. Да? То есть, логично. Почему же пророк Ишаяу говорит так, что все, кто хотят пить, идите к воде? Что такое вода? Сравнивается с торой. Тора – это мудрость, а мудрость сравнивается с водой, которая льется всегда сверху вниз. Соответственно, в данном случае имеется в виду вода. То есть, если у тебя есть любовь ко Всевышнему, и ты жаждешь, то, пожалуйста, открой Тору и читай. Все там. Проблема в том, что мы ищем ашрамы и так далее, там, чтобы попить, а не ешивы. Окей? Просто ашрам. Знаешь, что такое ашрам? Буддистский, индуистский, то есть, буддизм, который в индуизме, монастырь. Короче, буддистский монастырь. Так, просто я сегодня говорил с одним человеком, который только вернулся из тех мест и рассказывал о том, как там хорошо относятся к животным и какие-то святые места. Ашрам? Может, другое произношение, просто на ювелите знаю. Ашрам, да. Дальше. Так, то, что Алта-Реба здесь говорит, он говорит, что не нужно быть семипядью во лбу, у нас все есть. Кто жаждет, у кого действительно есть любовь ко Всевышнему, и кто жаждет, приблизиться ко Всевышнему, есть один простой путь. Слова Тору. Это есть вода. Да, что это похоже на тот человек, который стремится приблизиться ко Всевышнему, но не может никак насытиться его присутствием. Это как человек, который стоит возле реки и кричит «Воды, воды!». Да, то есть, это полный абсурд. Алта-Реба тем самым показывает, что наш мир, это мир действий, все для этого у нас есть. И поэтому не нужно стремиться познать Всевышнего таким, как Он непознаваем в этом мире. Для того, чтобы познать Всевышнего таким, как Он непознаваем в этом мире, все очень материально, все очень просто. Тора, заповеди и так далее. Да, как говорит о нем пророк, то есть, говорит, а наезжает, так сказать, на него пророк. Да, все, кто жаждущие, идите к воде. Все очень просто. По простому пониманию. По простому, буквально, он понимает эту фразу, и она непонятна. Да, понятно, что пусть идите и уйдет и учит. Да, и зачем мы пророку кричать этому человеку? И это объясняется в другом месте, но я в двух словах объясню. У нас еще есть пять минут, и мы закончили главу. Где нашел хам? По окончанию главы. Не, Боря, Боря, я шучу, шучу. Так вот, Алтаребе ставит тот же самый вопрос. Что если очевидно, что человек, который хочет пить, он идет к воде и пьет. Если человек, который хочет поблизиться к Всевышнему, пожалуйста, историю привез, зачем? И учи, приближайся. Зачем пророку кричать, кричать и говорить, что кто хочет пить, идите и пейте? Ведь это очевидно. Факт, так сказать, он налицо, что это не очевидно. По крайней мере, потому что у нас Ецерора. Ецерора, его задача в том, чтобы придумать нам другие варианты. Меньше учить Тору, другую Тору учить, а там они ошибались, а здесь не так. А мудрецы это сами придумали. Есть много вариантов, поверьте мне, как говорится, самый умный еврей в этом мире, это... Акстись. Самый умный еврей в этом мире, это... Это Ецерора. Это наша животная душа. Почему? Потому что она всегда, наша Ецерора всегда сможет найти, как нас уговорить. Так? Помните, мы говорили о том, что такое религиозный Ецерора? Он говорит, да, соблюдай кошер, но не ешхаловый сроэль. Не ешхаловый сроэль, а курица это не мясо. И поехали, поехали. 6 часов, немцы 3 часов. Да, и так далее. Ецерора найдет подход, самый лучший селсперс, найдет к любому. Не вопрос. И это первая причина, почему нужно крикнуть иногда о том, что хочешь пить, иди и пей. Потому что иногда мы себе, так сказать, создаем горе от ума, и сами не понимаем, что вообще на самом деле все просто и открыто. Именно поэтому рэбби пишет свои стихи по поводу городов-убежищей. Все знают, что такое города-убежища? Да. Что города-убежища должны быть широкие дороги. Широкие дороги, города-убежища, там, я не помню, какое-то количество людей в ширину должны были пройти, чтобы ни в коем случае не создавать трафик. И на каждом перекрестке должны быть огромные санцы, огромные вывески, где будут написаны большими буквами Меклат-Меклат, убежище-убежище, чтобы никто не ошибся. И Алтл и Рэбби объясняют, что сегодня, когда у нас нету цельной земли Израиля, нету своей независимости, соответственно, нету храма, нету суда, нету городов-убежища. Что сегодня для нас является город-убежище? Кархат. Это слова Тора, да, потому что написано, что слова Тора они в себя принимают, да, точно так же, как Кир Меклат, однокоренное город-убежище, однокоренное слово. И сегодня, на самом деле, как правильно Денис сказал, крон, а сегодня большими буквами везде написано, Меклат-Меклат, вот оно, никуда не нужно, да, пройдите по Ушн-Парку только. Но иногда все равно говорит нам пророк Ишайяу, нужно громко крикнуть еврею на ухо, хочешь пить, иди пей. Все, на этом музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...